привет всем вы на канале zotos family ну вот я уже показывал свою киску я ее отшила вот я уже постирала отутюжила теперь я буду ее оформлять ну оформлять я буду не багетки самостоятельно вот как раз покажу как это делается я купила вот такую рамочку такую фоторам очку она больше чем мне надо но к сожалению другой у меня нету на данный момент эти рамочки покупал для других работ вот она осталась одна последние четыре работы уже я сама оформила ну и решила что эта рамочка подойдет вот под эту киску очень даже здорово так как я как я буду оформлять да в этой фоторамки переворачиваю на стеклянная есть вот такой вот картон плотный очень плотный даже это не картон это меня арголит вот такой толстого арголит на него я буду натягивать свою вышивку а для того чтобы потом ставить вышивку и закрепить ее спрятать ну все ниточки которые у меня собственно говоря будут ну здесь сделаны при натягивании я вот такой вот картон он тоненький совсем тонюсенький можно в принципе вырезать самим я заказывал этот картон он стоит очень недорого я заказывал этот картон багетной мастерской я дала размеры и мне 5 картоночек под мою рамочку аккуратненько вырезали я их забрала ну собственно говоря этот картон вот ждал пока я что-либо с ним сделаю вот так что откладываем пока вот картон откладываем натягивать вышивку я буду непростыми ниточками есть такие вот нитки ой честно я не могу сказать но они вот не рвутся то есть это не хлопчатобумажные это вискоза по-моему вискозная нитка если не ошибаюсь или шелк шелк нет это шелк 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 вот она не рвется так что спокойно буду натягивать тянуть вышивку чтобы она мне выровнялась вот так что вынимаю я свой картон арголит это арголит это не картон принципе можно самим вырезать ну блин зачем заморачиваться когда вот она такая шикарная рамочка рамочка стоила совсем недорого вот буквально там ну грубо говоря в 3 копейки вот в пределах там 100 рублей не помню честно мы покупали давно несколько лет назад она просто лежала ждала третью пятую работу вот 5 работают так и не дождалась я беру я уже выровняла свою вышивку вот так вот так как у меня получается вышивка немножко больше чем вернее рамочка больше чем вышивка поэтому меня получится вот типа как паспарту вот такая вот каем очка по идее должна вот вышивка прям ровненько заходить но у меня не получилось поэтому вот будет вот я в принципе ее уже подогнула посмотрела ровненько ровненько со всех сторон меня все устраивает теперь я аккуратненько вы также переворачиваю вот она у меня сзади и теперь я буду пока что натягивать вверх и низ как я это буду делать я беру свою нитку иголку нитку лучше сразу не обрезать потому что она понадобится очень очень длинная вот потом будем фиксировать уже на конце и начале а сейчас пока я просто буду пропускать через так с показывать с этой стороны я пропускаю вот так вот с краешку не сам в украю чтобы у нас вдруг ничто не вырвалась сейчас вот покажу поближе вот так вот так и то же самое я проделываю внизу так я убираю свою нитку вот так вот у меня ведь получается уже натягивать опять через некоторое время через некоторое расстояние через некоторое время и делаю точно так же в принципе ничего сложного я говорю я уже это проделывала своими предыдущими вышивками я думал что у меня не получится однако все шикарно получилось вышивки висят рамочки не очень дорогие картонками тоже обошлась не очень дорого в принципе багетки они можно было вырезать и картонку я уж совсем поленилась так скажем сделать вот вот видите происходит натяжение продолжим так я буду делать сверху вниз когда я зафиксирую вверх и вниз я буду делать точно также боковинки так вот у меня ниточка видите почти закончилась я соответственно перетягиваю нитку из катушки ну здесь к сожалению вот придется немножко повозиться но поверьте это будет стоить того один раз мне багетки очень сильный спорт испортили вышивку я отдала в непроверенную багетку это была машинка вот и ее приклеили то есть мне всегда натягивали вышивку а тут мне ее приклеили его печалька через какое-то время у меня клей проявился сейчас покажу даже не поленюсь сходить принесу и покажу вот моя машинка и вот видите вот это все это клей мне наклеили мало того что мне ее отвратительно натянули грубо говоря и даже не натягивали как под взяли так пришлёпнули вот и вот не полностью испортили вышивку очень сильно расстроилась вот по идее можно переделать наверное снять попробовать отстирать может так и сделает реставрирую сама натяну и вложу обратно в принципе паспарту есть спорту то надеюсь они приклеили не знаю в общем испоганили мне вышивку поэтому большие работы конечно я отдаю но уже в проверенные места вот у меня есть одно проверенное место уже второе первое уехала вот так что вот так вот не испортили вышивку мою так что надо очень-очень аккуратно подбирать все-таки известная но неизвестная известная у нас очень дорогие есть багетки я туда не отдаю потому что ну очень дорога там космические цены и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот так вот видите какая нитка уже считай на одно можно сказать на одну строчку так тяну 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 вот так вот красота какая получается все хорошенечко хорошенечко не жалеем ваш у нас нет шариков извини пожалуйста все хорошенечко тянем не боимся потому что у меня это нитка не рвется хорошо машу когда будет возможно мы купим шарик хорошо так как у меня шелковая нитка она не рвется хлопок конечно хлопчатобумажно уже давно бы у меня приказала бы долго жить поэтому ниточку лучше взять меня шелковая шелковая нить вот так вот видите все все натянулась прям четенько вся канва у меня никуда все замечательно теперь я ниточку свою обрезаю чтоб не еще на кончик хватило ниточку я обрезаю чуть-чуть маш только одну штучку больше нельзя так с краешку я также делаю чтоб у меня кончики затянулись так так вот делаю конечно нет самый самый сложный так еще раз я еще раз проверяю нитку еще раз я натягиваю здесь с краю потому что как можно сильнее как можно сильнее тянем нашу ниточку и я ее закрепляю вот держу чтоб она у меня не уехала я ее закрепляют конечно сложнее всего но она того стоит все я закрепила свою ниточку теперь я сгибаю вот так вот кончики с этой стороны и точно так же натягиваю ниточку уже сбоку ну вот я закончила натяжку вот видите все хорошо все как струны 3 3 3 вот теперь я все затянула сейчас я переверну и покажу что у меня получилось вот такая киса замечательная принцип почти ровненько второй раз когда натягиваю я не переворачиваю поэтому видите чуть 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 признаюсь кривовато вот теперь я буду это все вкладывать свою рамочку я вынимаю оттуда бумажку сейчас я выну бумажку вот такую вот которая лежала у меня ну как обычно фоторамка это в принципе фоторамка всегда лежит картинка вставляю свою красотень все плотно у меня все стало зажимаю штучки и в принципе уже ну скажем так основная работа сделана вот такая красотень у меня получилось так интересно почему с этой стороны она больше с этой стороны меньше ну в общем не критично сейчас я попробую поправить передвинуть вот эту штучку сверху видите все ровненько вот сверху все у меня видите ровненько получилось прям четенько сбоку вот здесь к сожалению вот у меня чуть уехала сейчас попробую передвинуть вот и покажу ещё раз ну вот я поправила в принципе получилось гораздо лучше вот видите меня тоненькая тоненькая полосочка по краешку принцип можно еще чуть постараться еще на один ряд но сейчас попробу перетянуть так что я делаю дальше 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 у меня надо прикрепить вот эту вот картоночку к моему задничку. Я прикрепляю на двухсторонний скотч. Я отрезаю тоненькие полосочки и прикрепляю на двухсторонний скотч. Потом я покажу, что буду делать дальше. Так, ну я перетянула. У меня вот такой вот двухсторонний скотч. Муж его покупал для дверей, но я его позаныкала для своих нужд. Я приклеиваю прям по краешку. Так, сейчас вот отсюда вот так вот возьму. Приклеиваю по краешку вышивки. Ровенько, ровенько клею. Так, со всех сторон. О, как хорошо он клеится-то. Фиг еще отклеишь. Аккуратненько, ровненько. Так, здесь я отрезаю. Вышивки он никак не повредит. Благополучно можно достать вышивку потом. Что-то подправить. Не знаю, захотели поменять рамочку. Захотели добавить паспарту. Все можно благополучно снять и сделать. Так, и теперь с этого краешку так же. Можно маленьким полосочками, просто я заморачиваться с нехочу. Прям ровненько наклеиваю. Благо у меня нашелся он. Я уж думаю, что все. Скотч у меня не будет. Придется идти в магазин. Но удачно полазила по своим шкафчикам. Он у нас давно лежит. Вот. Так что, как раз пригодился. Так. Теперь убираем. Теперь мы убираем верхнюю зеленую штучку. Вот так. Два. Три. И четыре. Так, это нам ленточки не нужны. Мы их викидовом. И красивой стороной аккуратненько прикладываем нашу ровненько картоночку. Прижимаем ее, конечно. Чтобы у нас приклеилось. И тадам! Кошак у меня готов. Видите, я перетянул. Здесь теперь все ровненько. Все красивенько. Осталось крутить шурупчики. У меня есть такие красивые шурупчики. Сейчас я покажу. Вот. Мы их... Ну, это я попрошу мужа. Я, к сожалению, не обладаю такой силой. Вот. Мы их вкручиваем и вешаем на проволочку, лесочку, что есть на стену. Вот такие у меня есть вот такие вот. Есть вот такие вот. Но я предпочитаю вот такие вот. Сейчас попрошу мужа, он их вкрутит, и я покажу результат. Трепки мужские руки тоже иногда прикладываются к вышивке. Беру проволоку для бисера, складываю где-то в четыре раза приблизительно, как у меня было. обрезаю и продеваю. Теперь я всю перекручиваю. Рубь-дружка, чтобы она мне никуда не делась и не выскочила. Кулку тоже можно вот так перекрутить. Так, с этой стороны тоже вот так вот нужно. Еще затянуть можно, чтобы она уже точно у меня никуда не делась. вот так тоже перекручиваю кончик. Вот эти два кончика сейчас скручу вместе, чтобы они у меня точно уж вот такое у меня получилось. Сейчас пойдем вешать. Сейчас пойдем вешать. Покажу, где она будет висеть, как это будет выглядеть. Так, идем, 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 идем. Мам, можно мандарин? По одному. Хорошо, посвешно. Так, у меня есть вот такая стиночка в коридоре. Сейчас я как-нибудь настрою, так, чтобы было видно. Вот эти вот все работы я оформляла сама. Сейчас покажу их. Так, ладно, так зафиксирую. Вот у меня коллекция работ, который я как раз оформляла сама. Делала, в принципе, вот здесь должен быть еще, ну вот из этой серии должен был быть домик. Вот, вот там вот. Сейчас принесу нашу кису. Вот такая вот у меня еще работа из этой же серии. Вот их четыре у меня. Все, сама я вот так же делала, как только что показала на киске. Так, это мы вешаем сюда. Так, и вешаем нашу, пока киску, потом, когда Катя переедет свою комнату, она заберет эту киску себе. Пока эта киска повисит в компании с японскими иероглифами. Или китайскими, китайскими, наверное, да? Китайскими. Вот так вот оформила я свою киску. Такая получилась красота. Так, здесь отсвечивает. Сейчас вот сюда пиво. Вот так вот. Вот такая получилась киса. По-моему, сама вышивка получилась очень здоровская. Вот так вот покажу. Вот. вот так вот такая красоте у меня вышла. Всем удачи! Будьте живы все и здоровы! Всем пока-пока! До новых встреч! Смотрите следующее видео и подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok